Согласно исследованиям аналитического центра НАФИ, лишь только трети россиян сегодня удается сохранять эмоциональное равновесие и контролировать уровень тревожности. С начала этого года продажа антидепрессантов и нейролептиков в России выросла на 43%. А техники заземления в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Это программа «Звоните доктору». Сегодня у нас в студии Анастасия Светкина, медицинский психолог первичного сосудистого отделения больницы Середавина и также медицинский психолог центра когнитивно-поведенческой психотерапии BCBT. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, было бы странно, если бы мы сегодня не начали говорить о том, что беспокоит, ну, наверное, большую часть населения. О тревожности, о стрессе, о беспокойстве. И знаете, Анастасия, вот нашла такую информацию, не знаю, вот как вы ее прокомментируете. В меньшей степени стрессу подвержены молодые россияне 18-24 года, мужчины, люди с хорошим материальным положением и опрошенные без высшего образования. Честно говоря, мне немножко в ступор вот эта информация ввела. Ну, что, какая тут связь? Почему они так спокойны? Ну, из, наверное, как-то из моих знакомых не могу сказать, что это как-то очень сильно, да, соответствует статистике. Ну, статистика есть статистика. Поэтому остается, наверное, только ей поверить. Ну, не знаю. Я думаю, что материальное положение здесь вряд ли может служить поводом для успокоения. Ну, окей. Так вот, очень многие мои знакомые жалуются на то, что они перестали видеть будущее. А что на самом деле за этим кроется? Как это? Ну, по сути, мы опять находимся в той ситуации, когда мы потеряли какой-то контроль, да, над своим будущим. Ну, и, по сути, можно, наверное, сказать, что наш мозг, пытаясь проложить, да, какой-то путь, спланировать, утыкается опять в неопределенность. Да, наверное, наиболее модное слово за последние несколько лет. И не может, исходя из той информации, которая есть, сложить какое-то адекватное представление о своем будущем. Но это, конечно, создает тревогу, это создает беспокойство. У многих это создает чувство беспомощности, то есть невозможности взять свою жизнь в свои руки. Мы же приветствуем друг друга, всегда спрашиваем, как дела. И вот последнее особенно время, конечно, этот вопрос вызывает крайние затруднения у людей. Потому что я знаю, что раньше очень многие, ну, что бы там ни происходило, говорили, хорошо, прекрасно. Понимая, что, в общем, тем самым они, наверное, привлекают к себе это прекрасное. Вот. Сегодня мало получается у кого отвечать, что хорошо. Правильно ли говорить плохо? Или вообще, вот, что бы вы посоветовали? Ну, мы, с одной стороны, говорим про то, как мы оцениваем свое состояние, верно? Да, этот ответ – хорошо, плохо, там, нормально. Получается, это некоторая оценка своего состояния. И нам необходимо, в первую очередь, самим для себя определиться, как мы себя чувствуем. А с другой стороны, это же еще и межличинственное взаимодействие, это коммуникация. И здесь, наверное, нужно определить для себя тех людей, с которыми можно откровенно поговорить о своем состоянии, да, с кем-то, да, с которыми достаточно сказать, там, нормально, да, или, например, я для себя подобрала фразу «адекватной ситуации». Ха-ха-ха. Надо, да, взять у вас на вооружение. Ну, а все-таки отвечать плохо. Вот что в этом на самом деле будет плохого? Здесь опять, да, мы все равно переходим к такой оценке, да, хорошо-плохо, да, то есть как будто бы есть либо только черное, либо белое. Хорошо, если за этим плохо все-таки стоит понимание, какие эмоции мы испытываем, как мы себя чувствуем физически, эмоционально, интеллектуально. Там, я испытываю тревогу, там, я испытываю страх, я чувствую ту же беспомощность, мне некомфортно, мне есть, ну, не знаю, нарушение сна, нарушение аппетита, да, то есть главное, чтобы мы понимали, что стоит за этим хорошо или плохо, и тогда говорили бы об этом людям более честно. Поэтому здесь важно все-таки забыкать, мне кажется, этого черно-белого мышления, потому что мы сразу, у нас как будто бы только два выхода, либо хорошо, либо плохо. Есть опять-таки категория людей, и, наверное, больше даже это мужчины, которые пытаются шутить на тему происходящего, появилась куча в интернете всяких картинок, в общем, вот как-то так. Что это? Что за этим? Ну, здесь можно сказать, что это такая своеобразная защита, да, это техника совладания со своим стрессом, да, попробовать пошутить на эту тему, да, договориться, улыбнуться, но, конечно, да, производство этих мемов или их распространения, оно не говорит о том, что человек чувствует на самом деле, да, что за этим все-таки стоит. Ну, в принципе, мне кажется, что в данной ситуации здесь ничего такого вредного в этом нет, да, это тоже позволяет каким-то образом, ну, реагировать на ситуацию. Если вы опоздали к началу программы, сегодня у нас в студии медицинский психолог первого первичного сосудистого отделения больницы Середавина Анастасия Светкина. Я не сказала, но вы же знаете, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 202-11-22. Если у вас есть какие-то беспокойства, тревоги, вы можете позвонить доктору. Будет рецепт. И мы несколько раз сегодня в эфире будем показывать адрес сайта, где можно получить, ну, вот что-то случилось, мы уже не в эфире, да, человеку нужно как-то справиться с беспокойством тревожной ситуации. Можно будет зайти на этот сайт, это бесплатно, и получить там какую-то помощь, да, я правильно говорю, Анастасия? Да, то есть это социальный проект, он сделан как раз, так как мы, как психологи, не можем быть равнодушны к тому, что испытывают люди. Ассоциацией когнитивно-поведенческой психотерапии был разработан проект, и он работал, как раз, да, для тех людей, кому нужна психологическая помощь, но у кого нет возможности, да, получать ее регулярно, на платной основе. Здесь можно зарегистрироваться в этой программе, да, перейдя по ссылке, и записаться на консультацию к специалисту. Там есть прям список специалистов, вы можете его выбрать, выбрать время, да, те окна, которые свободны, и получить качественную консультацию от, ну, от одних из таких ведущих, да, когнитивно-поведенческих психологов. Ну, ее можно получить и сейчас, телефон 202, 11-22, до конца эфира, еще есть время, звоните, пожалуйста. Я хочу спросить вас про, ну, вот тревожность, беспокойство, это все понятно. А острая стрессовая реакция, что это такое, как это проявляется? Ну, острая стрессовая реакция, да, она как раз может, да, ее отличает то, что это реакция, да, на стресс, но которая проявляется, да, иногда какими-то чрезмерными эмоциональными реакциями, поведенческими реакциями. Да, это может быть, да, эмоциональное отреагирование в виде, ну, какой-то агрессии, да, в том числе аутоагрессии. Это может быть реакция в виде такого эффекта, да, какого-то замирания, да, то есть человек может отреагировать таким образом, перестав, не знаю, выходить, например, на работу, лечь, лежать, да, постепенно погружаясь в это эмоциональное состояние, грусти, тоски, отчаяния, печали и тех эмоций, которые сопровождают такие стрессы. Что происходит все-таки, если стресс завладел человеком? Почему мы так этого боимся? Знаете, вот практически каждый доктор, который приходит в эту студию, говорит, что ни в коем случае не делать этого, 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 чтобы не заболеть, и нужно обязательно избегать стрессов. Вот фраза, которую практически произносит любой врач. Но физическое воздействие на организм – это понятно. А стресс? Ну, мы расстроились, ну, мы в тревоге. И почему нужно этого бояться, и какую это может нести опасность? Наверное, вот про испекание стрессов – это то, чего нам всем хочется. Очень. Да, но другой вопрос, как мы в актуальной ситуации можем этого делать? Да, как два года назад, как мы могли попытаться избежать, да, ковида, да, возможно было оттянуть, да, заражение. Вот, как мы сейчас можем избежать стресса. Поэтому здесь, наверное, если мы говорим про какие-то рецепты, это учиться справляться с этим стрессом. Потому что то или иное событие вызывает в нас эмоциональную реакцию, которая основывается на наших мыслях, да, на том, как мы оцениваем этот стресс. Да, допустим, мы возьмем, да, за стимул, например, начало, да, военной операции. Мы возьмем за стимул начало мобилизации. И, да, мы, если выйдем, например, на улицу и опросим, я не знаю, 10, 15, 20 людей, возможно, мы в большей части получим, да, ту тревогу, которую испытывают. Да, но некоторые могут сказать, нет, я для себя принял определенное решение, и поэтому у меня нет, например, той же самой тревоги, я не так беспокоюсь. Да, получается, что наше восприятие, то, как мы оцениваем ситуацию, да, что это ужасно, это катастрофа, там, я не справляюсь с этой ситуацией, я не знаю, что мне делать, куда мне бежать, да, все эти мысли, идеи, да, вот эти оценки ситуации, они создают тот самый эмоциональный фон, который сопровождает стресс и, соответствующим образом, влияет, конечно, и на поведение в том числе. Ну, в принципе, это как раз модель когнитивно-поведенческой психотерапии, да, то есть то, как мы воспринимаем ситуацию, как мы думаем о ней, и что мы в связи с этим чувствуем и делаем. Стресс, кстати, он влияет на организм в том числе. Анастасия, а вот я сейчас вас прерву. Давайте послушаем звонок, а потом продолжим разговор. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Да, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, пожалуйста, будьте более телевизор, у меня тоже снимал, потому что я сама делюсь на новое, и я уже на шумундах сама. А будьте добры, отойдите, пожалуйста, подальше от телевизора, потому что фон мы вас не очень хорошо слышим. Да. Да, говорите, пожалуйста. Да, вы знаете, у нас такая ситуация. Вот, когда я семья, около 7 лет назад, я только уехала в Москву, где все проживаю в Самаре, но практически здоровалась жизнь нашего города, потому что были такие явления, большой спуг за ребенка, за взрослую, хотя я уже 32 года, но она еще не замужена у меня. И вот утром начинается с того, что ужасные панические отзывы, ужасный страх, и вообще как-то не совладели с собой, с того, что я, ну, семью с семьей переезду в Подмосковье, то есть мы не тягиваемся на Москву, папа, вот, и как с этим бороться, я уже не знаю. Да, мы поняли, спасибо большое за вопрос. Ну, если мы говорим действительно про панические атаки, в первую очередь я бы рекомендовала обратиться к специалисту. То есть это уже серьезно. Психотерапевт, психолог, потому что это то, с чем нужно, да, поработать, да, именно с точки зрения психотерапии, да, оказания психологической помощи. И таблеткой одной таблеткой можно убрать, да? Вряд ли, плюс ко всему, да, таблетка, она, ну, это как тарафлю при гриппе. Симптомы, да, убирает, но тот самый вирус, да, то есть если мы про мышление говорим, да, на него никак не влияет. Если, да, нет возможности обратиться к специалисту, то, во-первых, что нужно сделать, что мы делаем, в принципе, с паническими атаками? Да, это информирование, да, то есть получить адекватную реакцию, адекватную информацию о том, что такое паническая атака. Как она запускается, за счет чего, за счет каких мыслей, да, идей в том числе, и, да, каким образом она протекает, да, чтобы нормализовать это состояние, чтобы человек понимал, что с ним происходит. Да, это первый шаг, который мы делаем. Дальше это обучение техникам регуляции эмоций, да, это техники переключения внимания, например, с мыслей на, возможно, какие-то сенсорные воздействия, на дыхание, еще на что-то, да, и дальше это как раз непосредственно работа уже с тем мышлением, которое и лежит, да, в основе этой панической атаки в том числе. Это если вот общая рекомендация обозначить, если не ходить сразу к специалисту. Тогда у меня отсюда сразу... Ну и, кстати говоря, можно еще, наверное, вот эту ссылку на сайт нашу в течение эфира еще посмотреть и там тоже получить какую-то помощь. А я вас хотела спросить, Анастасия, а все-таки что такое паническая атака? Чем, какая разница между острой стрессовой реакцией и панической атакой? Паническая атака запускается неким стимулом. Для всех это может быть разный стимул. Это может быть большое скопление народа, открытое пространство. Это могут быть мысли, не знаю, допустим, об экзамене, об оценке какой-то, походе к руководству. Это может быть вызвано страхом за ребенка, например. Здесь совершенно, наверное, все-таки не важно, сколько ребенку лет. Совершенно не важно. Да. Паническая атака характеризуется очень выраженной эмоцией тревоги, страха. Запускает такой механизм, он есть у нас у всех, у животных в том числе. Он называется «бей или беги». Когда у нас есть какая-то потенциальная опасность, ну, допустим, я не знаю, стоя собак, например, на улице, эта реакция тоже запускается. Она характеризуется чем? Выделением гормонов стрессовых, напряжением мышц, учащением сердцебиения, учащением дыхания, потому что кровь нужно насытить кислородом в том числе, чтобы как раз либо бежать, либо сражаться с этими собаками. И в этот момент, да, то есть человек может расценить эту симптоматику как, в принципе, потенциально ужасную, да, что создает еще большую тревогу, да, что, боже мой, какой ужас, у меня сейчас разорвется сердце, я упаду в оморок, у меня закружится голова, мне станет плохо, мне никто не поможет, да, то есть идей здесь может быть масса совершенно. Плюс ко всему, учитывая, что как раз, да, насыщение кислородом достаточно большое происходит, да, голова кружится, да, может еще возникнуть и такой страх смерти, да, то есть это такое классическое развертывание панической атаки во времени. Здесь помогает, да, это какое-то отвлечение в том числе, да, поговорить с кем-то, попить воды, например, да, чтобы опять же переключить это внимание с тех мыслей, да, идей, да, чтобы немножечко замедлиться, затормозиться, да, чтобы эту паническую атаку свернуть. В принципе, по сути, она не очень длительная по времени, да, но, конечно, в моменте людям кажется, что как будто бы прошло. Но если это каждое утро, то вообще, наверное, конечно, и повод для беспокойства, конечно, есть. Да, поэтому я говорю, что, да, в таких случаях, если паническая атака – это не разовое какое-то явление, да, а череда уже, скажем так, да, приступов, то здесь, конечно, лучше обращаться к специалисту, чтобы решить эту проблему для себя. И мы с вами перед звонком говорили о том, почему все-таки опасно находиться долго в таком состоянии, и чем, как стресс вообще, в принципе, влияет на здоровье, на нас. Да, стресс, в принципе, изначально он оказывает мобилизующий обычный эффект на состояние организма. Да, есть данные о том, что даже повышается иммунитет, да, что эмоции более подвластны, да, потому что возникает необходимость действовать, да, каким-то образом. Но с течением, да, либо с длительным течением стресса, когда он длительный, непрерывный, или если стрессовый фактор оказывается слишком сильным, да, какого-то отдельного, конкретного человека, потому что это, опять же, это индивидуальная все-таки оценка, то у нас вступает в такое состояние, как дистресс, да, то есть когда, да, вот эта кривая нашла верх, да, было какое-то плата, и потом, да, начинает снижаться, да, то есть может как раз повлиять на здоровье, на снижение иммунитета, да, это могут быть вещи, связанные с повышением давления, с болезнями, да, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, ну, то есть здесь в зависимости от того, у кого какая система больше. Где слабое место, да? Да, ну, в принципе, да, так в теории психосоматики это так как раз и называется, да, что именно слабое место. Вот оно тогда, при таких условиях, да, если стрессовый фактор слишком сильный, да, слишком длительный по времени, то он оказывает такое негативное действие как раз на организм. Ну, а сейчас по совету Анастасии мы отвлечемся от стресса и узнаем, что произошло в здравоохранении региона за ту неделю, что мы с вами не виделись. Врачи Тольяттинской больницы выполнили сложнейшую операцию на открытом сердце. Чтобы остановить инфаркт, потребовалось восстановить кровоток в сердечной мышце. Хирурги справились блестяще. Уже на вторые сутки пациенты перевели из реанимации в палату. Он начал самостоятельно ходить. В Самарской области стартовала назальная вакцинация от COVID-19. Для этого в регион поступила первая партия 24 тысячи специальных насадок-распылителей. Ощущения от введения вакцины сходны с обычным спреем от насморка. Специалисты Красноармейской ЦРБ оказывают помощь на новом автотранспорте. В августе этого года автопарк-учреждение пополнили две машины. Зона обслуживания больницы составляет 70 километров. Каждый из автомобилей совершил уже более 60 выездов. В регионе прошла первая российско-белорусская научно-практическая конференция, посвященная пациента-ориентированному здравоохранению. Ведущие специалисты двух стран говорили о переходе на новую систему. Она будет основана на комплексном введении больного от профилактики заболеваний до медицинской реабилитации, необходимости заботы о физическом и психологическом состоянии пациента. С 2023 года в здравоохранении региона будет реализовываться новая программа. В нее войдет массовое обследование новорожденных на врожденное и наследственное заболевание или расширенный неонатальный скрининг. На эти цели из федерального бюджета направят около 40 миллионов рублей. Это программа «Звоните доктору». Сегодня у нас в студии Анастасия Светкина, клинический психолог, медицинский психолог. Мы говорим о стрессе, о тревожности, о беспокойстве. И знаете, у меня сейчас пришла в голову мысль. Я знаю, что очень много людей в настоящее время обращаются к помощи психологов, потому что действительно они справляются и такая помощь необходима. Но психологи-то, вы-то живете в этих же условиях. То есть вы настолько умеете справляться и со своим стрессом, вас это не касается? Мы же люди. Поэтому, конечно, нас это тоже касается. Я тоже пребываю в состоянии беспокойства, тревоги за себя, за коллег в том числе, конечно. У меня тоже есть эмоциональные реакции, поэтому здесь хотелось бы такую нормализацию, что то, что сейчас происходит, быть, то тревога, беспокойство, страх. Да, это нормальные сейчас эмоции. Да, их нужно испытывать, нужно выражать. И мы, как психологи, в принципе, тоже обращаемся за психологическую помощью. Вы же в терапию ходите. Да, да. Ну, для нас это, да, не только же связано с какой-то конкретной ситуацией. Психотерапию для нас необходимо проходить, как минимум в начале карьеры, на протяжении еще каких-то этапов, этапов нашей какой-то тоже личной жизни. Да, для нас это одно из требований, оно, конечно, пока официально нигде не закреплено, но необходимо. К тому, как люди справляются со стрессом. Вот я уже сказала в начале программы, что выросли очень резко продажи антидепрессантов. Как вы это прокомментируете? И насколько это является спасительным? Ну, здесь важно для нас понимание того, что антидепрессант не нужно покупать самостоятельно, исходя из своих каких-то представлений о том, что происходит с вами. Потому что все-таки самооценка эмоционального состояния, она не очень точная, потому что смешивается множество факторов, включая критику к своему состоянию. И поэтому все-таки я рекомендую обращаться к специалистам, если чувствуете, что не справляетесь. Сам факт, я не думаю, в принципе, мне кажется, это, опять же, адекватно ситуации, потому что если эмоционально ты не справляешься, а жить, работать, воспитывать детей тебе нужно дальше, то почему бы не воспользоваться такой помощью, когда мы ломаем ноги, нам дают костыли, когда у нас болит желудок, мы пьем таблетки, ложимся в больницу. Ситуация какого-то стресса, тревоги, чувство, что ты не справляешься, длительное сниженное настроение тоже требует своего лечения. Также выросли не только продажи антидепрессантов, но и выросли, к сожалению, продажи алкоголя, причем крепкого. Ну, а вот как этот способ убежать от тревоги? Ну, с эмоциями вещь такая, что чтобы вы не использовали, вы от нее не убежите, потому что эта эмоция, у нее есть физиологическая основа, поэтому такие методы, как употребление алкоголя, это такое откладывание во времени, скажем так, реакция. Плюс, если мы говорим про какое-то длительное употребление, злоупотребление алкоголя, то он может оказать еще больше негативный эффект, может оказаться депрессивным фактором, снижающим настроение, в том числе вызывающим тревогу, вызывающим оценку своего состояния, в том числе и способы совладания. Да, опять же. Наверное, вот могу прокомментировать это примерно таким образом. Еще немножко статистики, люблю статистику. Очередной опрос показал, что все-таки 48% опрошенных так или иначе находят способы избавиться от стресса с помощью развлечений и хобби 12%, занятий делами по дому 10%, поиски работы и источника дополнительных доходов 9%, общение с семьей 6%, и, кстати, прогулки или спорт назвали только лишь 3% опрошенных. Как хороши вот эти методы? В принципе, при внесении в свою жизнь чего-то нового, будь то хобби, то есть то, что нравится, то, что приносит удовольствие, это сейчас то, что мы тоже рекомендуем пациентам или в социальных сетях, например, все равно каждый психолог постоянно раз тоже отреагирует на эту ситуацию. Прогулки, особенно вдоль воды, в лесу, они также сказываются хорошо на физическом самочувствии, на эмоциональном самочувствии, потому что это переключение не только просто смышлений, это переключение на какие-то новые формы, это цвет, это запах, это ощущение изменения температуры какой-то, это звуки в том числе, которые, конечно, оказывают благотворное влияние на нашу психику. Уборка по дому вполне хороша как для дома, так и для улучшения своего психического состояния, потому что вы находитесь в движении. Но думать-то это не мешает? Думать не мешает, конечно, но с другой стороны, если внести какие-то будничные дела в свое расписание, то есть сделать это расписание, как это раньше говорили, или сейчас немножечко реже, режим труда и отдыха соблюдается определенное, внести это в свое расписание, это даст вот это ощущение контроля, которое мы сейчас потеряли. Я контролирую свое расписание, я понимаю, что оно может измениться в любой момент, но то, что вот сейчас здесь, в моей квартире, на моей работе, в моей машине, это то, что находится под моим контролем. Давайте пообщаемся еще со зрителями. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вот я хочу вот такой вопрос задать. Я инвалид с первой группы, у меня 75 лет на коляске, не поздно. Я были 30 лет, была приобретена в поликлинике 15 на Бадеево. Но сейчас, в период, в два года, я живу в советском районе, в поликлинике, но она здесь. И вы знаете, мне неудобно в ней. Из-за чего? Из-за того, что она разводная, не в одном саде. Скажите, пожалуйста, в чем вопрос? Будьте добры. Мне вопрос такой, почему я прикрепила свой поликлинике, и нахожусь недалеко от 15 поликлиники, ко мне не мог бы сразу приходить в поликлинике, в поликлинике. Мы сейчас на этот вопрос точно вам не ответим, но, может быть, вы оставите за эфиром номер телефона и попытаемся что-то узнать. Да, спасибо за звонок. Анастасия, и еще я бы хотела, чтобы прям чуть-чуть времени осталось. Вот в поисках какого-то... Вот информирован, значит вооружен, есть такое выражение, да? И поэтому мы стремимся очень много информироваться. Читаем бесконечные ленты, слушаем другие источники. Получается, не всегда работает этот принцип? Мы здесь говорим об информировании, об адекватном информировании, когда мы получили эту информацию, и она нам дала, опять же, какие-то данные, которые нам помогут справляться. Но то, что описываете вы, то, что сейчас делает большая часть людей, это постоянная перепроверка новостей или попытка отвлечься с помощью того, чтобы залезть в какие-то социальные сети, а там, как вы говорите... А там все это же. А там все это же, или мемы, например, те же самые, которые все равно являются некоторым стимулом. Поэтому здесь все-таки я рекомендую ограничить количество информации, ограничить ее какими-то адекватными источниками. Слухи, сплетни, они приносят только опять какое-то беспокойство, еще большую потерю контроля, еще большую какую-то непредсказуемость. И всегда есть возможность проверить достоверность, к сожалению. К сожалению, да. Но для себя, да, то есть попробовать определить эти источники и определить для себя, возможно, время в которое, ну, например, утром и вечером, утром в обед и вечером, чтобы все-таки снизить именно уже как раз это... Это то, про то, что мы говорим, как избежать стресса. Да, то есть как избежать этого стимула, который вызовет опять поток мыслей и тревоги. Анастасия, осталась прям вот капелька времени. Понятно, что все-таки в серьезных ситуациях нужно обратиться к специалисту, да. Но может быть какой-нибудь маленький советик такой вот, какие есть, может, упражнения какие-то покажете. Показать, наверное, не успею. Что здесь можно делать, да. То есть, опять же, это какое-то расписание для себя, это обязательно планирование своей жизни, все равно, несмотря ни на что. Да, пусть это будет не жесткое планирование, да, понимать, что может что-то измениться. Это связь с вами близкими людьми, да, это поддержка, поддерживать других, это помогает тоже себе эмоционально. Вот на этом, наверное, да, вообще замечательные слова. Если тебе плохо, помоги тому, кому еще хуже, правильно? Спасибо, что были с нами. Мы сегодня говорили о стрессе, о тревожности. Пожалуйста, берегите себя. До свидания, увидимся ровно через неделю. Спасибо.